В Астрахани прошли торжества по случаю 11-й годовщины архиерейской хиротонии митрополита Астраханского и Камазякского Никона. В Успенском кафедральном соборе собрались жители области и многочисленные гости, в их числе священнослужители Ивановской епархии, где долгое время служил владыка. Торжественная встреча Астраханского владыки на территории Кремля вылилась в проявлении народной любви, ведь митрополит Никон на нашей земле уже более 7 лет, и за это время сделано немало. Владыку мы бесконечно уважаем и любим за его отношение и любовь к детям, особенно к особенным детям. Его покровительство, его молитву мы чувствуем даже на расстоянии. И он всегда открыт, открыт к диалогу, он всегда рад помочь. Именно по его трудам и промыслительным заботам появляется огромное количество храмов, и каждый из нас становится все более и более, хоть на шажочек, хоть на миллиметрик, но ближе к своим духовным росте и развитии. В праздник Боголюбской иконы Божьей Матери в Успенском кафедральном соборе прошли церковные торжества. Астраханцы пришли в храм, чтобы поздравить духовного пастыря с 11-й годовщины архиерейской хератонии, ведь особое таинство дает благодать для учения и священодействий, что и делает сегодня владыка на астраханской земле. По его благословению строятся десятки новых храмов, восстанавливаются древние святыни, в том числе и Благовещенские и Чуркинские монастыри, князь Владимирский собор, а так как вера без дел мертва, через епархию помогают малообеспеченным семьям, нуждающимся, сиротам и бездомным, социальный отдел епархии и православный клуб имени преподобного Сергия Радонежского. Постепенно к ним присоединяются и новые организации. Он благословил создать нас православное женское общество. Одной из задач нашего общества является поддержка традиционных семейных ценностей, нравственных основ наших граждан. Например, мы осуществляем бесплатно для малоимущих семей паломнические поездки по нашим святыням. Мы осуществляем поездки для семей участников специальной военной операции. Благословляет и всячески поддерживает молодежное православное движение. В рамках деятельности молодежного отдела реализуются многочисленные мероприятия для молодежи. Из ближайших 8 июля день семьи любви и верности и в августе молодежный православный сплав восхождений. Сам Владыка любит пошутить о своих первых днях пребывания на Астраханской кафедре. Я приехал, когда в Астраханскую землю, прежде всего ставил во главу угла, это выжить в этой жаре, которая меня встретила. В этом ярили-парили и служить Богу. И все, выполнять свое послушание. Спаси свою душу и спаси душу всех тех, которые живут на Астраханской земле, не только на Астраханской земле, но и в Астраханской области. Поздравить митрополита Никона с праздником приехали и епископы из Ивановской епархии, где раньше служил владыка, и преподнесли неожиданный, но очень трогательный подарок. В старинной палехской шкатулке ножницы, которыми на протяжении десятилетий постригал у монахи архиепископ Ивановский Амвросий. В их числе был и наш владыка. А теперь, говорит митрополит Никон, эти ножницы очень пригодятся, чтобы постригать новых иноков для возрождающихся монастырей и храмов Астраханской митрополии.